Победа Великой Софии Матриархальная Пхагавана была матрицей всего сущего, защитой, основанием, коном, праведностью, любовью. Естество природы и световая Верховная Божественная Личность были неразделимы в своем круге вращения. Рожденный из лона Великой Матери супруг, сын и отец мира, был ее стражем, обожателем, идеальным принципом, воплощающим ее духосветные идеи. Световое полотно Вселенной многолико взирало на обитаемые планеты, солнца, луны и звезды. Человек был открыт в мужчине и женщине, дающей любимому осознание Великой Возлюбленной Матери. Это было идеальное мировосприятие, полносветное жизнеощущение, благодатное пребывание в материи, отражающей духовный план, небесный домострой. Пространство звучало музыкой гармонно, в любви купалось все живое. Это был золотой век величия по городам, возлюбленной Матери в едином лице и ее творении, главным которым был ее же супруг, сын. Все цвело и благоухало. Не было войн, насилия, греха. Плоть была божественным творением и светилась изнутри. Прекрасные части тела не вызывали стыда, Ибо как может быть постыдно творение Матери, творение Жизни, творение Любви? Мир не знал греха. И только высший Архангел Света, падший в грубоматериальный план, Зная ее естество, позавидовал, возгордился и исказил пространство на свой лад. Это стало порожданием зла и всего греховного царства тьмы. Ибо Великая Матерь Мира вынуждена была уступить Ему свое первенство. И лишь только она отступила от своего творения, Оно сразу же превратилось в бесцветное пространство лжи, иллюзии, греха. Женщина утратила свой божественный статус, И супруг стал смотреть на нее, как на собственную вещь, С которой можно поступать как угодно. А женщина, умолившись, стала походить на такую вещь, С которой мужчине можно было поступать по своему усмотрению. Перестали рождаться святые, здоровые, полноценные дети, Потому что женщина, как и ее плоть в лице мужчины, Оказалась униженной и постыдной. Закрылось древнейшее сакральное знание от человека. Знание о соединении в единое целое Небо и земли, Духа и материи, Мужчины и женщины, Бога и богам, Света и тьмы, Огня и воды, Золото и серебра, Мысли и звука Мир все ниже спускался в бездну, Утратив свое естество. Закрылись высшие планы, Человек утратил память, Вступил в колесо бесконечных воплощений, Погрузился в карму. Князь тьмы со своими шестерками В лице падших ангелов восторжествовал. Вся тьма спустилась в мир материи И сокрыла лицо великой матери, Черным покрывала лжи. Заговорщики рептилии, Преслужники Гоктунгра, Князь тьмы, Решили уничтожить землю. Внедрили свои технологии, Тайное правительство, С помощью которого Починили себе весь мир и государство. И начали все выворачивать наизнанно И окончательно разрушать. Сегодня это черное действие Подошло к своему апогею, Внедрению в подсознание человека С помощью нанотехнологий Метки зверя. Это микрочипы, С помощью которых Уничтожаются все человеческие принципы И сам человек. Мир находится под тотальным контролем Самого Антихриста, Которому подчинены эти силы Во главе с мировым правительством, Держащим в своих руках Все богатства планеты И глобально контролирующим Всех жителей Земли. Об этом было предсказано Еще в откровении И все сегодня уже на лицо. Спасти свое детище от уничтожения, Несмотря на вхождение в водилище Патриархального мира, Сошла из духовного мира Великая Баградана Мать. Абсолютное знание и любовь Она не осквернилась, Пребывая в извращенном мире В человеческом теле, А испытав все страдания, Завершая свою долгосрочную работу По пробуждению своих избранных От иллюзорного мира тьмы, В котором они оказались И забыли о своем духовном происхождении. Сто сорок четыре тысячи пробужденных душ Противостоят замыслу темных сил Уничтожить планету Земля. Во главе избранного племени Стоит владыка Шамбала, Аватара Света, Матерь Мира. Только ей подвластны тьма и свет. Только Великая Она Преображает сознание Вселенной И человека, подобного Пха. Только Великая Она Есть щит и спасительница Земли. Только Великая Она Есть путь, знания и жизнь вечная. Скоро миру будет дан Последний знак свыше. И если человеки не обратятся К своей прародательнице, Кромешная тьма Окутает их души. Но знайте, Как бы ни было трудно В этом царстве тьмы, Великая Матерь Мира София Премудрая Завершит сей путь Полной победой Света Преображением всего сущего. Да наступит слава И благодать Великой Софии Во всех мирах и пространствах. Ура! Ау-ра! 13 июля 2011 года Года. Продолжение следует.